Сотрудник устричной фермы Дмитрий по всем правилам скрывает моллюска, чтобы ничего не вытекло, убеждается, что устрица живая и предлагает сперва продегустировать. Советую для новичков без лимона. Мол, зачем перебивать? В полудню на ферму, расположенную за селом Украинка, уже Николаевской области, потягиваются первые туристы. Информационных указателей пока нет, едут сюда целенаправленно после изучения сайта компании. Я сказала, забыл. Медию, да, да, нагадую медию. А как выникло взагалей, где достаться этого места? Сюда приехать. Ну, говорю, чисто случайно, в интернете увидели, человек запропонировал и говорит, давай поедем, попробуем. Место, где принимают гостей, представляют собой большой шатер со столами и стульями. Такой себе дегустационный зал под открытым небом в шаге от воды. Именно вода лимана – залог успеха, говорят на ферме. Необычная для Украины ферма расположена на границе Николаевской и Одесской областей. Высокому урожаю устриц способствуют уникальные свойства воды Телегульского лимана. Здесь очень классное место на самом-то деле. И люди, которые знают, понимают. Я не понимаю, почему раньше здесь этого не сделали. Давно нужно было. Вода здесь очень чистая. По классификации европейской 4+++. То есть, здесь можно выращивать устрицу. Но начиналось все несколько лет назад не так благополучно. Основатель первой в Украине устричной фермы Андрей Пигулевский говорит, чтобы получить первый урожай устриц, нужно совершить все ошибки, которые только можно. Для начала нужно закупить правильную семечку. Устричную. Бэйби ойстер. Это спад. Мы его так называем спад. Не с каждого питомника подходит для нашей воды спад. Я закупал эти семечки с разных питомников. И только из одного подошли. Растут здесь. Нужно выбрать правильный температурный режим. Когда их посадить. На какой глубине. Правильно за ними ухаживать. То есть, не давать им слепаться. Но главное – это защитить свой будущий урожай. Тут проблемы устричных фермеров. Немного схожи с теми, с которыми сталкиваются привычные нам землепользователи. Разумеется, не все так радикально. Но и подводный мир нужно беречь от любознательных, не всегда доброжелательных дайверов. Поэтому свою посадку ферма устрицы Скифии хранит в секрете и ждет изменений в законе, который хоть как-то обеспечит производителей аквакультур защитой. Еще со времен Януковича не выписан правильно закон под аквакультуру. То есть, я занимаюсь выращиванием аквакультуры, марикультуры. И, по сути, нет сейчас до конца прописанной правильной процедуры, как я могу взять акваторию, да, то есть кусок лимана в аренду. Вот. Поэтому, да, здесь мы находимся в таком больше экспериментальном поле. В среднем устрицу выращивают 16-18 месяцев. Лучше ее не доставать на поверхность воды в самый разгар жаркого лета. Впрочем, когда раковина уже созрела, сразу употреблять устрицу в пищу, развозить ее по банкетным залам и ресторанам нельзя. Она должна пройти специальную очистку. Для этого есть специальный цех уже в Одессе. Согласно европейской директиве, запрещено подавать устрицу прямо из воды. Потому что устрица питается, в ее желудочке остаются остатки ее пищеварительного процесса. Поэтому мы погружаем ее в нашу депорационную систему минимум на 24 часа. Это очищенная морская вода ультрафиолетом, биофильтром, многими, скажем так, фильтрами. И в этой воде устрица очищается. И только после этого мы подаем ее в рестораны конечным потребителям. Выращивание устриц – процесс весьма щепетильный, требующий долгого времени и терпения. Важно не только соблюдать выборную методику, но и придерживаться всех правил. Это запрещено. Это запрещено добавлять какие-либо усилители роста фитопланктона и так далее. Мы таким точно не занимаемся. Устрица – это фильтрат, она фильтрует море, воду и питается особенными типами фитопланктона, одноклеточных водорослей. По сути, Телегульский лиман очень богат. Очень богат из-за своей структуры грязевого дна, он богат этими водорослями. Первый урожай устричной фермы, расположенной на берегу Телегула, составил 3 тонны. В этом планируют собрать тонн 17-18. Это, конечно, не как у французских фермеров, которые собирают 150 тонн в месяц. Но 60% рынка устриц в Украине формирует ферма, на которой мы побывали. Понятия «непопулярный в стране продукт» здесь не понимают и не принимают. Виталий Хемия, Андрей Нелубов, телеканал «Репортер».